С тех пор, как Джейсон Момоа впервые появился на экране в роли Кхала Дрога в Игре престолов, он стал одним из крупнейших актёров мира. Однако есть некоторые вещи, которые большинству людей о нём неизвестны, поэтому сегодня мы глубоко погрузимся в жизнь звезды Аквамена. Джейсон Момоа говорит, что когда он работал моделью, его часто называли милым. Однако, начиная с роли в фильме Конан Варвар, мы чаще видели его привлекательным и грубоватым, но не смазливым. Итак, что же изменилось? Частично это могло произойти из-за неприятного события 2008 года, из-за которого у Момоа остался заметный шрам на брови. Он рассказал об этом Экс из Голливуд. Он был в баре, и к нему подошел мужчина. Внезапно Момоа разбили лицо пивной кружкой. Чтобы восстановиться, ему пришлось наложить более 140 швов и сделать несколько операций. Он говорит, что провокации с его стороны не было. Говоря о неровной линии, проходящей через его бровь, Момоа далее объяснил Экс из Голливуд, что она, возможно, помогла развитию его карьеры. Он сказал, «Она помогла мне получить те крутые роли» Момоа много раз упоминал, что свою жену он полюбил с первого взгляда. В интервью для Late Late Show с Джеймсом Кордоном он объяснил, что впервые увидел Лизу Бане на шоу Косби, когда был ещё ребёнком. Он влюбился в неё сразу же, хотя встретились лично они только спустя почти два десятилетия. – Я всегда хотел встретить её, и она всегда была девушкой. По словам Момоа, в 2005 году в джаз-клубе их познакомил их общий друг. Они почти мгновенно нашли общий язык. Затем они начали встречаться, а первый ребёнок у них появился в 2007 году, второй – всего несколько лет спустя. Официально пара зарегистрировала отношения в 2017 году. Поскольку Момоа и Боне женаты, Зои Кравец является их падчерицей. Зоя – дочь Боне от её предыдущего мужа, музыканта и актёра Ленни Кравеца. И пускай Момоа, ещё будучи подростком, начал развивать карьеру в кино и на телевидении, только в 2011 году он впервые привлёк внимание общественности. Именно тогда он ворвался на экраны в ролик Хала Дрога в сериале HBO Игра престолов. До этого времени Момоа был известен тем, что играл менее диких персонажей, поэтому он знал, что ему придется сделать что-то впечатляющее, чтобы получить эту роль. В интервью New York Times Момоа объяснил, что Дрога играть было сложно. Лидер дотракийцев – немногословный человек, поэтому Момоа знал, что ему придется продемонстрировать свою мощную энергию другим способом. Когда он пришел на прослушивание, он решил начать с Хака, военного танца Маори. Он хотел показать, что его физическая сила делает его подходящим для этой роли. После этого его сердце забилось так быстро, что остальная часть прослушивания оказалась трудной для него, но он, очевидно, произвел достаточно впечатления, чтобы получить роль, которая изменила его жизнь. Несмотря на то, что Момоа получил известность благодаря ролик Хала Дрога, его самая крупная роль на сегодняшний день, вероятно, находится в киновселенной DC, где он играет Аквамена. Фильмы DC обычно не получают такой всеобщей похвалы, как фильмы киновселенной Марвел. Однако фильм, в котором Момоа стал правителем морей, считается одним из лучших проектов, выпущенных DC. Но до того, как Момоа стал Акваменом, также известным, как Артур Карри, у него было ещё несколько ролей, в которых он проводил много времени на волнах. Он вырос на Гавайях и сделал успешную модельную карьеру. Затем он пошел на прослушивание для спасателей Малибу и получил роль молодого спасателя по имени Джейсон. Он играл эту роль до окончания сериала и даже вернулся в телефильм Гавайская свадьба. Момоа также сыграл главную роль в сериале Северный берег, повествующем об эксклюзивном курортном отеле. Действие сериала также происходило на Гавайях. Во время съемок в Аквамене Момоа не первый раз переносился в Атлантиду. Он играл Ронана Декса в Звездных вратах Атлантида в течение нескольких сезонов. Эта работа, вероятно, начала привлекать к нему больше внимания, и поэтому он получил крупные роли в Конане Варваре и Игре престолов. Мы склонны полагать, что когда кто-то получает всемирную известность, он получает и финансовое обеспечение на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, зачастую это не так. Если вам нужны доказательства, то вот пример Джейсона Момоа. У него было несколько известных актерских ролей до появления в Игре престолов, но, несмотря на то, что Дрога был главным персонажем в дебютном сезоне этого сериала, важно помнить, что Момоа снимался менее, чем в 10 эпизодах. Это также был лишь первый сезон сериала, и всеобщую известность он получил позднее. Поэтому не похоже, что Момоа озолотился после завершения съемок в сериале. На самом деле, все было наоборот. Момоа заявил, что он был полностью разорен и изо всех сил пытался оплатить счета. Актёр рассказал InStyle, «На самом деле мы голодали после Игры престолов. Я не мог найти работу. Это очень сложно, когда у тебя есть дети, а ты полностью в долгах» Очевидно, что сейчас Момоа и его семья находятся в гораздо лучшем финансовом положении, так как он изо всех сил пытался получить ведущие роли. Помимо своей постоянной роли Аквамена, Момоа участвует во многих других крупных проектах, таких как Дюна. Похоже, в течение некоторого времени он будет частью списка крупных работ, и ему больше не нужно будет пытаться предотвратить свое банкротство. Момоа для своих ролей часто снимает рубашку, и абсолютно понятно, что многие люди жаловаться на это не собираются. Однако сложно сказать, какие из его татуировок настоящие, а какие добавлены, чтобы придать его персонажам немного больше индивидуальности. Что ж, если вам интересно, некоторые татуировки, которые вы видите на персонажах Момоа, настоящие. Одна из настоящих татуировок часто видна во время его публичных выступлений. На левом предплечье Момоа есть этнический рисунок. Это дань уважения его гавайским корням. Тату напоминает зубы акулы. На внутренней стороне другой руки Момоа написана фраза «Гордость цыган». На той же руке у него есть французская фраза, которая переводится как «Всегда быть пьяным». Также у актера на пальцах выбит череп и слово «Дьявло». Наконец, у него на груди есть подписи двух его детей. И, на всякий случай, кому интересно, маленьким детям Момоа еще предстоит пройти по стопам своего отца. Момоа не только в роли Аквамена проводит много времени на волнах. Он также проявляет настоящий интерес к морской биологии. После переезда в Айову Момоа на самом деле учился на морского биолога. Позже он переехал в штат Колорадо и сосредоточился на биологии дикой природы. Однако он так и не получил диплом. Он вернулся на Гавайи, где сыграл роль в Спасателях Малибу, и с этого момента и началась его актерская карьера. Тем не менее, чертовски захватывающе то, что Аквамен уже знал морскую биологию. Вероятно, эти знания повлияли на его игру, поскольку он стал намного лучше обычного актера понимать, на что похожа жизнь в океане. Момоа, как известно, немного тусовщик, который любит пропускать пару стаканчиков в свободное время. И если вы заглянете на его страницу в Instagram, для вас станет очевидным, что его любимый напиток – пиво Гиннес. Эта любовь к ирландскому партеру явно имеет двусторонний характер, поскольку фирма Гиннес решила создать пиво специально для него. Оно называется Mano Brew, и это первое скисшее пиво компании. Этикетка украшена несколькими деталями, которыми актер несомненно гордится. На ней изображены гавайские цветы и прыгающая акула, а также узор, напоминающий татуировку на предплечье Момоа. Кроме того, на этикетке хорошо заметна подпись актера. Entertainment Weekly пишет, что он поделился парочкой бутылок ирландского пива с шоураннерами Игры Престолов Бенниофом и Уайсом во время съемок в Северной Ирландии. Не похоже, что Mano Brew на данный момент общедоступна, но это не помешало Момоа поделиться им с некоторыми актерами Аквамена, когда они навестили Конана О'Брайена. На самом деле Конан казался восторженным тем, что Момоа имеет связи с компанией Гиннес. Харизма и повелительное присутствие на экране – достаточно очевидные качества Джейсона Момоа. Когда он появляется в фильме или телесериале, от него трудно оторвать взгляд. У актера также есть много артистических талантов, которыми он может поделиться, когда находится за камерой. В 2010 году он основал собственную продюсерскую компанию под названием Pride of Gypsies – Гордость цыган. Название отсылает к гордости за львов и цыган – кочевых и свободолюбивых людей. Поэтому компания называет себя предприимчивым коллективом кинематографистов. Они сняли несколько трейлеров для сериалов, включая Границу. Также в последние несколько лет они работали над рядом рекламных роликов с компанией Carhartt. Более того, компания сняла три полнометражных фильма – Дорога чести 2014 года, Дикий 2018 года и Малышка, который будет выпущен в 2021 году. И пускай Момоа является одним из основателей этой продюсерской компании, единственный фильм, который он пока что снял – это Дорога чести. Но мы уверены, что у него есть много проектов впереди, которыми он с радостью займется. Часть привлекательности Момоа в игре таких могущественных персонажей, как Халтрога и Аквамен, связана с тем, что актер немного потрепан. Мы уже упоминали, что он получил свой выдающийся шрам на брови в результате несчастного случая в баре. Однако это не единственная травма, которая изменила внешний вид Момоа и придала его персонажу немного больше мужественности. После того, как Момоа выбрали на роль Конана-варвара, он, как сообщается, сказал своему другу, что был бы больше похож на персонажа, если бы у него был сломан нос. Восприняв это как предложение, приятель Момоа ударил его кулаком по лицу, помогая мгновенно добиться желаемого внешнего вида. На самом деле, когда вы внимательно посмотрите на некоторые кадры из Конана, кажется, что профиль Момоа не совсем идеален. И он более чем доволен этим. – Момоа играет множество ролей крутых парней, и он, безусловно, выглядит в соответствии со своими ролями. На самом деле, он очень крупный парень, ростом в 1,9 метра. Его телосложение также довольно крупное, поэтому кажется вполне реалистичным, что он способен сразиться с армией врагов. Тем не менее, Момоа не очень-то похож на качка. Он предпочитает практические тренировки по днятию тяжестей. На самом деле, как сообщается звезда, ненавидит зал. Из тренировок Момоа выбрал скалолазание. Это то, что ему нравится делать, и это помогает ему получить нужное телосложение для выполнения сложных физических задач. В беседе с Men's Health Момоа объяснил, что ему, цитата, очень тяжело тренировать тщеславие. Тем не менее, выглядеть супергероем – это часть его работы. Для съемок Аквамена студия построила зал для скалолазания, в котором актер мог бы тренироваться, и, по его словам, зал поддерживал его, цитата, в прекрасном месте. Момоа также поговорил с Men's Health о сохранении мотивации. «Если вы чем-то увлечены, вам не нужно торопиться. Вы можете перенапрячь себя» Не так уж сложно представить Джейсона Момоа металлистом. С его длинными распущенными волосами и внушительным ростом в центре Мошпита он мог бы чувствовать себя как дома. Поэтому неудивительно, что Момоа регулярно отрывается с такими металл-группами, как Пантера и Слеер. Он даже написал в своем посте в Instagram, что Кхала Дрога не существовало бы, если бы не вдохновение таких групп, как Пантера. В этот пост были включены фотографии с шоу Слеер, на котором присутствовали Момоа и двое его детей. Однако они не хотели оставаться в толпе. Момоа действительно вышел на сцену и оторвался с группой. Позже он пошел в студию с фронтменом Пантера, Филом Ансельмо, чтобы добавить вокала в его нынешнюю группу Скаур. Момоа является не только одаренным хэви-металлистом. Он также талантливый гитарист. Есть множество фотографий, на которых он демонстрирует свои новейшие инструменты и наслаждается отдыхом на съемочной площадке с тяжелыми рифами. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актеров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok